Паломническая церковь, страдавшего от бича-спасителя, в деревне Вис. Одно из главных свершений баварского рококо и центральное произведение архитектора Доминика Циммермана, который провел в деревне Вис последние десяток лет своей жизни. Овальная в плане церковь стоит у подножия Альп, в Баварии, в Камуне Штайнгаден, муниципалитета Вольдхайм-Хонгау. Наплыв паломников в деревеньку Вис в 1738 году был связан с тем, что на статуе скорбящего спасителя выступили слезы. В доме, где произошло это чудо, через два года соорудили часовню, но она не могла вместить всех желающих поклониться реликвии и исцелиться от своих недугов. Тогда близлежащее Штайнгаденское аббатство приняло решение возвести в Висе отдельный паломнический храм. Строительство церкви, которое курировал сам Циммерман, продолжалось с 1745 по 1754 год. Как и в случае с другими памятниками баварского рококо, внешний вид храма непритязателен, почти монохромен. Что резко констрастирует с буквально фонтанирующим лепниной интерьером, в который преобладают легкие кремовые тона и вытянутые эллипсоидные формы. Внутренность храма ошеломляет неподготовленного путешественника, едва ли ожидающего найти столь расточительное эффектное убранство в определенной пастушеской деревушке. И всем этим Циммерман стремился передать ощущение спонтанности религиозного экстаза. И уже к XIX веку поток паломников ввис сошел на нет. Популярность рококо ушла в прошлое. И встал вопрос о сносе обветшавшего памятника. Однако этому воспрепятствовали местные жители. Включение церкви в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году сделало ее известной за пределами Германии. А в 1985-1991 годах она была тщательно отреставрирована. И на сегодняшний день пользуется большим успехом. Штайнгаден, Германия. Таталицизм, барокко и рококо. Таталицизм, барокко и рококо.